Привет! Очень короткий обзор на самую дешевую велофару и самый дешевый фонарик. Велофара USB за 5 примерно долларов, фонарик примерно за 4 доллара 250 рублей. Вот сейчас он светит, фонарик питается от аккумулятора 18650 от одной штучки. Светит он вблизи очень ярко, позади, как вы видите, ничего не видно. Только очень ближний яркий свет. Велофара питается от пауэрбанка. Пауэрбанк, соответственно, тоже стоит не очень дорого. Сейчас я включил максимальный свет, видите, что вдалеке видно очень хорошо. Вблизи свет, конечно, не такой яркий по сравнению с фонарем, зато вдалеке видно все деревья, всю дорогу прямо перед собой. Смотрим опять фонарик. Очень ближний яркий свет. Вот это средний режим, вот это строба, и строба такая медленная еще есть. На ближнем свете, на самой большой яркости фонарик светит очень хорошо. За 4 доллара 250 рублей отличная цель. Пробую сейчас ехать с этим фонарем по дороге. Видите, что впереди, передо мной я вижу все отлично. Метров 5 перед собой отлично все освещено. Но деревья вдалеке не освещены. Соответственно, еду я медленно, очень аккуратно, чтобы не упасть. Никаких ям, никаких бревен заранее увидеть я не могу. Только вот буквально в 5 метрах перед собой. Соответственно, скорость совсем-совсем небольшая. Приходится ехать очень осторожно. Но и цена, да, вот дешевле, чем 5 долларов. Просто будет отстойный фонарик, просто будет хлам. Этот фонарик светит очень достойно. Самый, наверное, популярный на Алиэкспрессе. Очень яркий. От одного аккумулятора, ну, всю ночь он может работать, если аккумулятор хороший. Аккумулятор стоит тоже, наверное, рублей 300. Велофара вдаль светит вообще отлично. Питается от USB, от пауэрбанка. Пауэрбанк стоит тоже там от 300, от 500 рублей. Можно заряжать смартфон, все что угодно. Вдаль светит отлично. Перед собой, ну, чуть-чуть похоже, все равно все видно. Вдалеке бревно. Я уже его посветил. Я знаю, что она есть, я его объеду. Вдалеке яма. Я ее посветил. Я вижу, я ее объеду. Если сравнивать фонарик и велофару, ну, конечно, велофара все-таки для велосипеда более предпочтительна, чем фонарик. Сейчас я сравниваю оба варианта. Снизу фонарик, сверху велофара. Абсолютно разная скорость движения. Да, с велофарой чуть-чуть я побыстрее еду. С велофарой я все лучше вижу. С фонариком я вижу все немножечко похуже. Но зато вблизи очень яркий свет. Сложно выбрать, потому что все-таки пауэрбанк подороже, чем аккумулятор. Но для аккумулятора нужна зарядка отдельная. Или какой-то пустой маленький пауэрбанк покупать за 50 рублей и туда вставлять для зарядки этот аккумулятор. Поэтому можете сами выбирать, что вам более предпочтительно. Я предпочел купить и то, и то, и ездить с тем, и тем одновременно. Да, впереди перед собой очень яркое пятно от фонаря. Вдалеке засветка от велофары. Соответственно, если один из них сломается и упадет, я могу со вторым ехать. Но если я катаюсь по лесу, я включаю одновременно и велофару, и фонарь, вижу все замечательно. За 10 долларов ничего просто не купить. За 10 долларов просто будет что-то более плохое, менее яркое. Съезжаю по горке, да, ну скорость достаточно большая, покрытие плохое, но я не профессионально катаюсь. Я просто катаюсь для удовольствия. Для хороших покатушек нужен более качественный свет.